вот такой супик сделали сегодня мы вот у нас я очень люблю густой суп не знаю почему но у меня такой с фрикадельками получился вот там фрикадельки сметанка вот эта беленькая у нас в общем вот такой супик я сварила не знаю очень простой рецепт но я думаю его знает абсолютно абсолютно все я люблю вот немножечко картошечки немножечко вермишельки немножко несколько мяса как это называется фрикадельки сделала сама приготовила фрикадельки и вот так у меня получилось на обед снимаю в летней кухне потому что у меня там кушают мужчины уже и у них телевизор идет вот так на этом заканчиваю прицеплю его куда-нибудь это маленькое видео ну вот потихонечку начинаем собирать нашу вот у нас вот окно кухонное нашу мебель для сада наверно тогда начинаем собирать а для чего это куда ну так это для садовые садовая мебель вот такой у нас стол уже здесь завтра не знаю же люк уже вроде как собрался не знаю завтра послезавтра он будет у нас ставить все шатер то есть потихонечку уже вот сегодня такая жарища я вышла и мне прямо жарко даже здесь сидеть что-то вроде как бы и облачка вот так у нас ну вроде дождика не обещалось птицы у нас везде живут везде везде полно полно их вот тут вот прячутся в этом дереве тоже они у нас розочки у меня еще пока ничего не цветут рановато наверно какие-то цветочки вот не знаю какие-то не я садила еще от прошлых хозяев остались олеандр все так что-то у меня плохо себя чувствует мести бы команомов а он не сделал кофе говорит давай кофе попьем здесь поставил расстол значит говорит кофе попьем здесь ну вот все жара начинается приходит к нам жара а вот розочки у меня цвести начали он такие хорошенькие уже тут маленькие начали цвести ну еще так а так первые симпатичные а вот тут будет много но вова вова а вова вова прямо хулиган прямо хулиган все обязательно испортит розочки соседи стучатся встречаться соседи вот вова вот а и райку конечно тут тут как тут как говорится тут как то вот так мы столик поставили и будем здесь пить кофе сейчас первое кофе питье у нас на улице первое 13 апреля 2022 года мы опять конечно тут же на прогулке на этом же нашем канале каналах по этим бегаем и вот мне захотелось такой вот такое облако грозовое снять чуть-чуть вот и облаке облака появились такое но красивое на мой взгляд и вот так красиво здесь живописненько на озере там у меня ребенок райка и жанлюк гуляет я так чуть-чуть только думаю вот так все по чуть-чуть все понемножку сегодня снимаю немножко суп немножко нашу наш задний дворик немножко облака потом все аптечки как красиво поют не знаю слышно или нет как красиво такой заяц тут еще бежал сейчас большой еще и рыба тут такая проплала громадной прыгнула два раза мы ее конечно сфотографировать снять не успели она прыгает в общем вот такой у нас тут красивая красивая местность птички не знаю слышно будет или не слышно вечером еще что-нибудь два-три слова хотя бы скажу о сегодняшнем дне ну вот теперь у нас тут лебеди два лебедя и райка он их они они очень агрессивные жанлюк говорит лебеди они очень агрессивные птицы люк сказал что нужно осторожнее вот они сердятся на поплыли туда большие такие громадные два лебедя я уже прямо даже снимать уже не хотела тут смотрю они ли плывут мне захотелось этих двух красивых птичек снять наверно мальчик и девочка я в них не разбираюсь жанлюк знает как отличить мальчика девочки немножко дождичек пошел он такие хорошие красивые большие птицы красивейшие сейчас я их немножко сюда приближу вот они вот такие красивые птички одна и вторая шейки свои красиво сегодня вот новенькая хоть немножко птичек сниму здравствуйте всем сегодня у нас еще раз буду говорить тринадцатое каждое видео делаю говорю сколько какое сегодня число всего не делала три видео открыл дверь вот вы извиняюсь каждый раз сегодня несколько видео сделал каждый раз новое видео каждый раз говорю какое сегодня число сегодня 13 апреля 2022 года ну вот мы значит сегодня день прошел у нас погуляли все сделали, начала я свое видео сегодня с супом мы готовили суп с фрикадельками я так сняла суп, потому что мне показался он симпатичненький такой Вове очень понравился, он сказал, что такой никогда не ел, хотя это я думаю он кушал, а потом значит я там еще прикрепила две наших прогулки вот, а наш столик на улице, который мы там уже приготовили для кофе то есть приготовили для этого сезона летнего, вот ну что еще, день прошел у нас сегодня что-то пасмурно, попали под дождь я там снимала, снимала фильм на природе а потом оказалось, что у нас пошел дождь нас просто-напросто промочило ну быстро-быстро-быстро побежали домой но в принципе сегодня очень жарко, где-то 24 градуса точно было мне было очень-очень жарко хотя вот сейчас вечером уже не жарко-жарко я опять одела кофточку в общем-то устала ужасно за целый день, потому что все время что-то готовлю то значит суп надо приготовить сейчас вот готовила торт на утро потому что ребенка нужно ну не торт, а пирог яблочный опять готовила не знаю, я его как-то вроде уже говорила об этом яблочном пироге вот залила его сейчас приготовила, только осталось поставить в духовку сейчас покажу, может быть кому-то но вдруг будет интересно но если показывала уже раньше, значит рецепт повторится, как говорится вот так я его залила, яблочки залила не знаю, видно, нет может его и не видно даже вот так я залила вот вот так залила тестом яблочки ну если хотите, я расскажу если кому-то интересно, расскажу как это делается все это в термомиксер в термомиксер можно и в термомиксер как хотите ингредиенты это 200 220 грамм муки нет, нет неправильно говорю 220 грамм сахара 140 грамм муки еще раз 220 грамм сахара 140 грамм муки 4 яйца потом я добавила туда пол ложечки пол чайной ложки я добавила корицы разрыхлитель или химические дрожжи как хотите как хотите как они называются то есть один разрыхлитель или пакетик химические дрожжи что ж я тут еще положила и все больше ничего все это а, я еще положила для вкуса потому что это я люблю две ложечки таких больших столовых ложки положила кокосового молока ну это я чтобы вкус такой придать все это все я хорошенечко перемешала в термомиксере или можно как-то по-другому это все перемешать допустим ну электрическим таким взбивателем не знаю забыла как он называется вот яблочки взяла три больших таких вот яблочка порезала их на 8 частей шкурку я не снимаю но внутренность все вычистила естественно вот эти каждые значит ну по 8 частей я вот красиво так вот разложила в большую такую тарелку ну как это тарелка для выпечки керамическая разложила красиво-красиво залила вот этим вот то что у меня получилось тесто такое жидкое тесто получилось ну и все сейчас поставлю запекать 40 минут ну при температуре 180 градусов но потом проверю если запекется то достану не запекется еще буду дальше выпекать то есть тут надо смотреть уже опять же проколоть попробовать ну вроде все сейчас посмотрю все ли я все ли я вам сказала значит всего получается три яблока у меня просто записано четыре яйца пакетик химических дрожжей 140 грамм муки 220 грамм сахара как я говорила да ну и все и пол чайной ложки корицы вот и получится тортик кстати очень полезный такой вкусненький у меня кстати сказать дети любят его когда я часто готовлю Жалюк тоже обожает в общем это так на утро потому что ребенка еще утром надо чем-то кормить ну вот так вот завтра не знаю какой у нас день будет что мы будем завтра делать мы уже с Жанлюком в пятницу решили все-таки пойти наверное в магазин одежды он говорит я буду мерить ты будешь снимать вот ему так понравилась эта идея ну ладно говорю ты будешь мерить я буду снимать ну я может еще я что-то женское поснимаю посмотрю что-нибудь хорошенькое если увижу тоже поснимаю вот большое вам спасибо всем за хорошие добрые комментарии там было много-много у меня комментарий о Вовочке он конечно у меня такой немножечко как это сказать ну мальчик-мальчик маленький еще не привык сниматься в общем спасибо что сказали что похож на меня ну он похож больше на свою маму на своего папу ну с дочкой мы может похожи кто-то говорит что мы похожи кто-то не похожи ну в общем вот так какие-то истории рассказывать то есть такой чисто вот о нашей жизни немножечко рассказать прогулки это ребенок потому что он меня все сбивает вот сейчас у меня собака бегает туда-сюда Жан-Люк тоже видно приустал вчера уже вообще приустали вечером обои оба и Жан-Люк и я уже приустали прямо сегодня опять грозил со своими санкциями Сильвии опять меня спрашивал как же мне говорит ее это вот я что вчера рассказывала про санкции которые Жан-Люк накладывает на мою подругу Сильвии а сегодня опять я вот говорю что это он как это сказать что он это не забудет я это прямо сегодня у меня спрашивают как я могу ее отключить я говорю так наверное будет правильность ты позвонишь поговоришь с ней а потом вдруг говорю так уже по другому с другой стороны к нему подошла говорю а вдруг твой президент победит а ты отключишь Сильвию как-то вроде несправедливо а он говорит нет 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 все равно даже если я отключу ее почему потому что она все равно голосовала я знаю за кого она голосовала я все равно ее отключу санкции говорит все равно будут короче говоря вот такие они французы как я говорю он не забудет он уже вчера был злой-призлой вечером пошел спать злющий-призлющий опять на меня как говорят собак спустил почему потому что вот видимо все это вот и думает размышляет о жизни одолнуется о своей Франции о своей ну о своей жизни естественно о жизни своих детей о жизни всех своих друзей всех своих в общем-то людей которых он знает ну и в общем короче говоря вот-вот я вот слышу он сейчас с сыном разговаривает и опять они там обсуждают политику Франции то есть ой-ой-ой-ой-ой-ой что будет что будет у нас вот такая смешная у нас жизнь а я вот сегодня целый день тоже как как говорят белка в колесе потому что ребенок он то ему мультики то ему значит у меня времени свободного вообще нету но завтра Кира у меня все-таки появится с Кирой полегче она взрослый человек уже с ней поговорить можно и пообщаться и поразговаривать полегче а он видно тоже уже по маме начинает скучать чувствую вижу что он уже все это больше и больше как-то немножечко как бы грустить что ли хотя не признается хотя не признается ну вот погуляли тоже пробегались пробежались ну вроде как спит хорошо потому что бегает и целый день носится в общем короче говоря у нас хорошо здесь он-то сейчас поедет домой к маме да там квартира у них сейчас уже не дом сейчас в квартире живут поэтому как они там будут как она будет с ней надо гулять ходить а ей тоже некогда она работает поэтому вот так вот ну ладно на этом буду заканчивать ничего такого интересного вам не рассказала просто так чуть-чуть обо всем и ни о чем надо мне конечно вот собраться завтра собраться с мыслями завтра может что-то уже поконкретнее расскажу почему потому что там уже Кира Квечева приедет может она мне что-то расскажет а я тут мало ли новостей какие может она даже интервью какое-нибудь опять даст расскажет нам что-нибудь кто ж ее знает эту Киру вот поэтому завтра уже будет у меня полегче а там дальше мы пойдем в магазины в пятницу уже с Жанюком спланировали поедем поснимаю ее в магазинах вот тут у нас полегче в общем будет поинтереснее что-то так как у меня идеи появились думаю надо все-таки свои идеи поплатить в жизни ну вот так вот ладно всех вас люблю всех вас целую всех вас обнимаю спасибо что вы меня смотрите нашу такую жизнь простую вроде бы все сказала что хотела ну пирог не знаю может если сегодня хорошенький получится я его сниму а завтра прикреплю к утришнему видео когда кофе будем пить когда кофейное утро у нас будет все пока-пока до следующего видео пока-пока пока-пока Продолжение следует...